Одна из основных дорожных артерий города улица Горького. Несмотря на снежное воскресенье, от осадков на проезжей части не следа. По городу нормально. Вот я еду в город, в центре, вообще хорошая дорога. Ну а что машины идут? Посмотрите, по какой хорошей дороге. Ну у нас здесь вот очень хорошо, около этого магазина, очень хорошо рабочие работают. С пешеходными дорожками тоже порядок, как и с подходом к этому магазину. А вот рядом горы снега. Нехорошо, конечно. Желательно бы убирать его. Ну в связи с этим, как говорится, с такой непогодой, ну и это, мне кажется, устраивает людей. Устраивает или не устраивает людей, но город не должен их взять в сугробах. Пусть и проезжая часть, или тротуары чистые, говорят в центре управления городскими дорогами. Снежные горы – дело рук недобросовестных предпринимателей, которые вместо того, чтобы вывозить счищенный со своей территории снег, сгребают его поближе к проезжей части. Это происходит в основном в таких случаях. Мы убираем улицу, убираем проезжую часть, вывозим снег с приладковой части. Ну и чтобы хоть как-то облагородить, мы зацепляем часть вот этих вот куч, подрезаем их и вывозим. Кстати, за подобное нарушение внешнего облика города грозит штраф, но ведь избежать санкций очень просто. Снег можно вывозить сюда, черта города, улица Гастелло, Михайловский овраг. Здесь его принимают абсолютно бесплатно, но почему-то не все предприниматели пользуются этой возможностью. Также должны поступать и представители управляющих компаний. Их зона ответственности – придомовая территория. Но даже если дворники и делают свою работу добросовестно, то редко, когда во дворах можно заметить грузовики, наполненные снегом. Если правкомпания после просьб и уговоров не хочет выполнять свои обязательства и чистить двор, то собственникам прямая дорога в жилищную инспекцию. В ее полномочиях наложить штраф, а что еще хуже – не дать лицензию на управление многоквартирным домом.